Всем привет! Представляю вашему вниманию самый быстрый ремонт объектива зеркальной фотокамеры. Ну а теперь поподробнее. Может быть кто-то вообще не понял, что произошло. В ремонте фотокамера от Canon. Моя любимая марка фотокамер, так как иногда они даже чинятся. Дефект фотокамера, не производится съемка, не вращаются кольцо увеличения и фокусировочный тубус. Демонстрирую внешнее состояние объектива. Тубус фокусировки имеет явный перекос относительно остальной части объектива. Посмотрим, что происходит при съемке. Объектив в режиме автофокуса. Нажимаю кнопку спуска затвора. Ничего не происходит. Ни попытки сфокусироваться, ни попытки сделать кадр. Вообще ничего. После переключения объектива в режим ручной фокусировки фотокамера делает снимки. Отлично. Кольцо увеличения не вращается. Заклинило. То же самое с тубусом фокусировки. Не вращается. Сама фотокамера, в отличие от объектива, не имеет внешних повреждений. Очевидно, что проблема с объективом. На это скромно намекает перекос фокусировочного тубуса. Вероятно, объектив получил удар. Первое дело, которое должен сделать любой ремонтер при виде перекошенного объектива, это попробовать его вправить. Вправить объектив придется в любом случае. Как бы вам этого не хотелось и не казалось, что это варварство. Эти предрассудки придется забыть. У вас лишь два варианта разборки подобного объектива, если это понадобится. Первый вариант. Вправить. Выпрямить перекошенный тубус и благополучно разобрать объектив. В случае необходимости. Второй вариант. Пилить внешний тубус, в который установлен тубус фокусировки. Как вы понимаете, после распила остаются внешние следы отсутствия части спиленного материала. Поэтому я настоятельно рекомендую сначала попробовать вправить перекошенный тубус. Кстати, третьего варианта разборки перекошенного объектива нет. Отлично. Мой выбор. Вправление тубуса. Расскажу поподробнее, как это делается, чтобы не повредить объектив. Сначала режим фокусировки нужно переключить вручной. Зачем это нужно? Затем, чтобы отключить связь редуктора привода фокусировки от электродвигателя. Тем самым при резком движении тубуса фокусировки не будет вероятности повреждения шестерен редуктора от чрезмерной нагрузки на прокручивание электродвигателя. Далее нужно визуально найти область тубуса, которая максимально вдавлена внутрь объектива и попробовать вручную, взявшись подушечками пальцев, вытащить ее наружу. Основная ошибка, которую вы можете допустить, это попытка наоборот вдавить ту часть тубуса, которая максимально выступает из объектива. При успешно совершенной ошибке вас ожидает веселое приключение при разборке такого объектива. Разберемся раз и навсегда. Почему нужно именно вытаскивать смещенную часть тубуса, а не заталкивать выступающую часть? Дело в том, что при ударе об объектив, тубус от удара смещается всегда внутрь объектива, наружу сместиться он не может. Соответственно, при ударе смещенной внутрь часть объектива нужно вытащить на место. Отлично! Думаю, объяснил понятно, даже для самых маленьких ремонтеров. Вытаскиваю тубус. При успехе раздается щелчок. Это хороший признак, значит, что направляющие тубуса вошли в свои пазы. Проверяю исправность работы. Фокусировочный тубус теперь вращается. Кольцо увеличения тоже заработало. Попробую на фотокамере. Автофокус работает. Съемка производится. Это идеальный исход выправления тубуса. Объектив работает исправно и вмешательства во внутренней части не требует. Вообще, китовые объективы Canon очень неприхотливы и имеют только один типовой дефект. Это повреждение одной из шестерен редуктора. При этом перестает работать автофокус. Более типовых дефектов у этих объективов нет. Механическое воздействие, удары и падения выдерживают эти объективы легко. Как вы могли убедиться в этом ремонте? На этом у меня все, чем я хотел поделиться с вами сегодня. Спасибо за внимание и до новых встреч в других ремонтах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...